космотурка классика северный классическая линейка не профессионал не ветер не чаюха сейчас будем пытаться сдружить эти два продукта малиновый руби малина это тот вкус который я не прочь покурить очень насыщенно если бы это что-то пряное было я может быть еще и задумался блин космотурка сейчас я как получу переором но пусть малина на всю катушку раскроется посмотрим что из этого выйдет цифры видно 306 грамм все космотурки по-разному весят это такое полуручное производство поэтому там допустим но даже когда чаша литье у них тоже там плюс минус 20 грамм будьте здрасте мне нужно понять консистенцию она кстати не самая мелкая и вот кстати по балансу сиропа нарезки усердно вообще смотрю все классно поэтому этот продукт смело не заморачивая честь без каких-то лишних манипуляций прям вилкой без шила можно так в пакете спушить и начать навалякивать чашу но было бы странно если бы продукт от одного и того же человека очень плохо мачился друг с другом северный не без марика участия продукт производится и чаши космотурка тоже самая история легкий отступ допущу просто очень много смеси уйдет если я прям под самую колодку забью офигенно воздушно все лежит у меня сейчас у бортов чаши видно пустое пространство я сейчас это пространство у бортов вот так вот заполню сниму пик бугорка и тем самым у меня получится отступ он не четкий этот отступ у меня максимальная рыхлость здесь где-то отступ 2 миллиметра где-то 5 миллиметров такой короче воздушный отступ ну и посмотрим сколько непосредственно самой смеси грамм ушло если вдруг вы захотите полностью повторить забивку это имеет значение 20 грамм смеси уйдет или 12 грамм смеси это все по-разному будет курица 321 грамм все это дело я буду греть тремя двадцать пятыми углями колаут давайте попробуем поджарить это все дело я бы с меньшей долей вероятность взял бы на грани но сейчас возьму и посмотрим как северный все поведется на грани хотя вот сюда примерно шаттл нужен либо aircraft на грани алюминиевая но не нержа возьмем нержу посмотрим как это все дело будет куриться ничего страшного не произойдет если жара станет много поставлю пирамидку либо один уголь и вообще уберу я не фанат лезть в жар но сейчас легкий экспериментик такой будет поэтому перегреем убавим жар есть у меня легкое подозрение что на грани 325 может быть многовато по жару поэтому мы все это дело прогреем на холодную доказательство того что греем на холодную и закидываю горячих со всех сторон свеже разогретых 25 крауна легкой чебурашкой на грани позволяет 325 и засунуть вровень но мне этот лишний жар не нужен чебураш 6 дает немножко мягкий жар прогрев на холодную тоже дает более плавный прогрев да возможно запускают тайны прогрева я чуть дольше буду ждать на горячую на грани и все угольки вровень наверное бы за три минуты эту связку разогрели бы но потом мне пришлось бы бороться с этим лишним жаром который быстро разогрел он также быстро он бы начал перегревать смесь я готов пожертвовать тремя четырьмя минутами лишнего прогрева но прогрев мягенько и плавненько все это дело 6 минут и посмотрим что будет 7 минут ровно прогрева мягенького плавного пробуем что у нас северным а он даже чуть-чуть не нагрет сироп из и все-таки продукт консистенция нормальная рыхлость неплохая я не пытался его сильно завоздушить он и так умеренно воздушно лежал но сиропа там немало чем больше сиропа чем менее воздушно забивка льжи тем больше нужно времени на прогрев плюс отступ я думаю этой забивки смело можно еще полторы минутки постоять и она прям в кондиции будет чуть-чуть заболтался 11 минут прогрева и это по-прежнему не перегрев жара прям вот сейчас столько сколько нужно чтобы курить хотите прогреть это дело быстрее можно колпак можно все угли поставить в одну плоскость можно на грани сразу горячее взять чуть-чуть на плитке подогреть все это дело будет быстрее но я потом не ручаюсь за дальнейший жар придется ли вам его гасить или нет поэтому я это все дело прогревал 11 минут и кальян полностью готов не перегрет я его начинаю курить запускаю таймер покуры все отлично раскрылась но еще есть чему до раскрыться это все дело раскроет медленных затяжек 5-10 штук а через 20 минут я скажу попал ли я в жар не хватило ли может его либо наоборот перебор пришлось пирамидку ставить короче время покажет северный это не тот продукт который я много прокурил и прямо могу его предсказать посмотрим 30 минута покура я отдал кальяна паузу минуты в 4-5 уголек уже один упал вровень не по моему собственному желанию я вообще не совался в жар до тех пор пока уголек сам не упал жара достаточно вкус по-прежнему курица как морс плотный насыщенный кислинки хватает то есть 30 минута покура в жар мы упали четко ничего не хотелось там делать но был момент с тем что долго грелась если вы готовы пожертвовать скоростью прогрева но курить полноценно вкусно и не лезть вообще в жар то это хорошая связка на этом жару чаш еще 10 минут смело поживет она выдержала простой в пять минут не перепарилась не перегрелась то есть жар считаю попали хорошо но вкус какой есть такой есть это малиновый такой морсик в целом неплохо но не фанаты северного но если вы фанату это связка вам должна подойти все жар читаю попадание было связка рабочая можете смело повторять вплоть до грамма я все вам взвесил показал